Здравствуйте, Татьяна Викторовна, спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о развивающих играх Никитина. Узнаем, что это такое, как в них играть. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. Современное общество предъявляет к человеку различные требования. Это умение быть гибким, инициативным, креативным. Именно развитие логического мышления, формированию которого способствуют игры Бориса Павловича Никитина, позволяет приобрести данные качества. Оно способно выделять главные сущностные черты, выходить за пределы чувственного опыта и путем рассуждений дать возможность выявить такие черты объективной деятельности, которые не были предметом ощущения, восприятия и представления. Логическое мышление как форма абстрактного мышления позволяет организовать мыслительные процедуры таким образом, чтобы, отталкиваясь от истинных данных чувственного познания, получить истинные заключения. Технология развивающего обучения Игор Никитинах – это принципиально иное построение учебной деятельности, ничего общего не имеющий с репродуктивным обучением, основанным на натаскивании или зазубривании. Суть ее концепции заключается в создании условий, когда развитие ребенка превращается в главную задачу как для педагога, так и для самого ребенка. При таком обучении дети не только владевают знаниями, навыками и умениями, но учатся прежде всего способом их самостоятельного постижения. У них вырабатывается мышление, воображение, внимание, память и воля. Стержневой идеей развивающего обучения является опережающее развитие мышления, что обеспечивает готовность ребенка самостоятельно использовать свой творческий потенциал. В центре внимания педагога в рамках развивающего обучения оказывается не объяснение нового материала, а поиск приемов эффективной организации учебно-познавательной деятельности детей по его добыванию. Для педагога большую ценность представляет не сам результат, а отношение ребенка к материалу, желание не только изучать его, узнать новое, но реализовать себя в познавательной деятельности и достичь желаемого. Педагогическая технология развивающих игр, авторами которой являются Борис Павлович Никитин и его супруга Елена Алексеевна Никитина, направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности. Она создает условия для опережающего развития способностей детей. Технология развивающего обучения игр Никитинах основана на построении, моделировании творческого процесса, создании микроклимата, где проявляются возможности для развития творческой стороны интеллекта ребенка. Данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратиков, из картона или пластика, деталей из конструктора, механика и так далее. Дети играют с мечами, веревками, резинками, камушками, орехами и тому подобное. Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и технических игр. И они напрямую связаны с интеллектом ребенка. Задачи даются ребенку в различной форме, в виде модели, чертежа, плоской модели, инструкции и так далее. Таким образом ребенка знакомят с разными способами передачи информации. Большинство игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, позволяют детям и взрослым составлять новые варианты заданий, новые варианты игр, то есть заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. В этих играх удалось объединить один из принципов обучения от простого к сложному. С принципом творческой деятельности самостоятельно по способностям, где ребенок может подняться, скажем так, до потолка своих возможностей. Система появилась во второй половине 60-х годов XX века и сразу привлекла к себе всеобщее внимание, поскольку подход Никитина существенно отличался от норм и принципов, царивших в советской дидактике. Борис Павлович и Елена Алексеевна Никитины – семейная пара педагогов, воспитавшая семерых детей. Но воспитывали они их по особенной системе, которую сами и разработали. Вместе они приняли решение внедрить новую методику воспитания в свою семью. Супруги Никитина создали в своем доме атмосферу творчества и активно воспитывали и обучали своих детей. Постепенно она обогащалась гипотезами, доказательствами правильности теории, новыми методами. Здесь были, конечно же, пробы и ошибки, но результат был. Воспитание по новой схеме дает свои положительные результаты. Для жителей подмосковного поселка, где обитала многодетная семья, было странно наблюдать методику воспитания никитинских детей. В головах у них не укладывалось, как можно выпустить ребенка бегать босиком по снегу. А гимнастические упражнения, которые с легкостью выполняли их дети, были завораживающим зрелищем для них. Начиная с трех лет, ребята из семьи Никитиных уже учились читать и легко считали до десяти. Согласитесь, что такие результаты в конце 50-х годов, 20-го столетия удивляли любого. Никитины нашли в себе мужество противостоять системе воспитания тех времен. И сегодня их методика или ее элементы пользуются популярностью среди молодых родителей и педагогов. Воспитание ребенка не может быть одинаковым для всех и по определенным программам, говорил Борис Никитин. Каждый малыш – это индивидуум, а задача родителей – поощрять его активность. Основные принципы по воспитанию детей. Супруги Никитины написали большое количество развивающей литературы, которая может быть использована современными родителями. Перечислю лишь наиболее известные пособия – это первые уроки семейного воспитания или детства без болезней. Наши уроки – правы ли мы интеллектуальные игры. Эта система, органично сочетая в себе эстетическое и интеллектуальное развитие, трудовое воспитание и физическую культуру, позволяет достичь разностороннего гармоничного развития ребенка. В чем же заключаются основные идеи методики Никитина? Итак, ребенок – это личность, поэтому с раннего возраста ему предоставляется право заниматься тем, что вызывает интерес. Никаких принуждений и уговоров. Все делается с удовольствием и желанием, но под контролем взрослых. То, что окружает ребенка, должно стимулировать его к усовершенствованию способностей и познанию чего-то нового. Начать следует с дома, в котором он живет. На стенах должны быть полезные плакаты, географическая карта, арифметическая таблица и прочее. Если малыш проявляет интерес к измерительным приборам или литературе, не стоит пресекать это. Все находится в свободном доступе. Участие родителей в жизни детей является обязательным, но переходить грани не стоит. Точно так же, как и навязывать свою помощь. Ведь многие родители норовят все сделать за малыша, отнимая у него возможность стать самостоятельным. Оказывать помощь нужно только тогда, когда малыш ее просит. Родителям должны стать примером для детей. Начать стоит с правильного и здорового образа жизни. Принятие участия в соревнованиях, завоевание побед и наград. Это является наилучшим примером для подражания. Обладение навыками, способностями должно происходить в определенное время при соблюдении определенных условий. Если этот момент упущен, то в дальнейшем возможность развития угасает. В чем же цель и задача методики? Как полагали супруги Никитина, ключевая цель воспитания малыша – это развитие творческой личности. Именно на нее и опираются основные принципы методики. Аналогичным образом можно сформулировать и цель, разработанная ими система. И задачи методики таковы. Это гармоничное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка с ранних лет. Формирование у него самостоятельности за счет невмешательства родителей в процесс решения конкретной задачи. Выполнение определенных упражнений помогает ребенку понять цвета и основные геометрические фигуры. Дидактические игры направлены на развитие логики, мышления, памяти малыша в ненавязчивой и легкой форме. Воспитание – это та основа, которую будет использовать малыш в дальнейшей жизни. И многие родители хотят видеть своего маленького сына или дочь успешным, воспитанным человеком. По мнению Бориса Никитина, среди родителей существуют две основные ошибки, которые ведут к неправильному всестороннему развитию ребенка. Это либо чрезмерная организованность, либо полная заброшенность. Чрезмерная организованность. Многие родители хотят дать своему малышу по максимуму знаний, заинтересовать его тем, что интересно им, не оставляя ни минуты свободного времени на то, что интересно маленькому человеку. В таких семьях родители слишком опекают детей. Они диктуют, что им делать, решают, чем тем будут заниматься, что оденут на прогулку, а в дальнейшем куда будут поступать, с кем общаться и создавать семьи. Либо полная заброшенность. Это абсолютно противоположность предыдущему случаю. Родители практически не участвуют в жизни детей. Они не интересуются, чем те увлекаются, о чем мечтают. Ведь на первом месте для них физиологические потребности. Если сын или дочь сыты, здоровы и одеты, они счастливы и больше ни в чем не нуждаются. По системе Никитинах родители не должны игнорировать своих детей, но и чрезмерно опекать их, ограждая от внешнего мира тоже. Все своды по методике семьи Никитинах можно условно разделить на следующие основные принципы, которые воедино дают положительный результат в развитии малыша. И система Никитинах предполагает. Первый принцип основывается на свободе творчества детей на занятии. Не нужно специальных уроков. Все они носят чисто познавательный характер. И только ребенок определяет то, чем он хочет заниматься. Как и сколько. Основные правила для родителей. Не навязывайте определенную программу обучения. Не нужно объяснять правила. Лучше вовлечь его в новый вид деятельности с помощью сказки, воспользовавшись интересом и желанием малыша подражать взрослому. Если это вызовет интерес ребенка, он будет играть и развиваться в этом направлении. Начало любой новой игры требует активного участия взрослого. Но в дальнейшем его присутствие не обязательно. Второй принцип дать малышу делать все самостоятельно. Если определенное задание ребенку под силу, дайте ему возможность выполнить его самому. Пусть в первый раз не получится, но учиться новому путем проб и ошибок – это правильный путь к воспитанию личности. Для родителей важно помнить следующее. Не спешите решать проблему за малыша. Дайте ему возможность подумать и решить самостоятельно. Если найти правильный путь для ребенка становится тяжело, вернитесь к более легкому, уже сделанному подобному заданию. И снова начинайте по нарастающей. Не забывая хвалить малыша за его маленькие победы. Если невозможность найти правильное решение заставляет кроху покинуть начатое, отложите занятия, пока снова не появится интерес. Третий принцип – это гармоничное распределение внимания и на физические, и на умственные способности малыша. Не нужно акцентироваться на одном из пунктов, они должны дополнять друг друга. Только в этом случае методика дает всестороннее развитие ребенку. Совместная работа взрослого и малыша – это четвертый постулат методики семьи Никитина. Частью системы Никитина являются развивающие игры, способствующие развитию сообразительности, логике, пространственного воображения, математических, конструкторских и прочих способностей и приемов мышления. Главное при этом – творчество. Ребенок сам, выполняя различные задания, делает множество открытий и приучается к самостоятельному творческому мышлению. Игры многофункциональны, они могут заинтересовать и увлечь всех членов семьи. Игры учат детей, переходя от простых к более трудным заданиям, получать радость и удовлетворение от умственной деятельности. Думать, порой мучиться, но обязательно добиваться цели. Для интеллектуального развития детей Никитин создал развивающие игры под названием «Ступеньки творчества». Сюда входят игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Уни-куб», «Кирпичики», «Кубики для всех», «Логические кубики», «Дроби», «Рамки-вкладыши» и другие. Все они объединены несколькими главными принципами. Это самостоятельность, неразглашение правил и постепенного перехода от простого к сложному уровню. Описание этих обучающих игр можно найти также в книге Никитина «Интеллектуальные игры». Правила игры ребенок познается. Взрослым не стоит давать подсказки ребенку. Изначально это может показаться странным, как маленький ребенок может понять правила игры, которые он видит впервые. На самом деле все намного проще. Начиная играть, малыш вникает в суть происходящего, наблюдает за остальными игроками, делает соответствующие выводы. Опираясь на них, анализирует, задействуя интеллектуальное мышление. Если же ему не удалось разобраться с правилами игры, ее откладывают до более подходящего времени. Большая часть созданных Никитином игр рассчитана на то, чтобы не ограничивать детей в творчестве. Поэтому на основе имеющихся игр можно создать новые. Комплекс развивающих игр Никитинах можно использовать для дошкольников всех возрастов, поскольку, изменяя задания, легко повысить уровень сложности самой игры. Начиная тренировки с кубиками можно с полутора лет. Это будет способствовать развитию мелкомоторики. Для самых маленьких достаточно использовать кубики одного цвета, просто раскладывать их, стараясь создать дорожку. В 3-4 года можно смело предлагать ребятам разноцветные кубики и усложнять задания, просить сложить узор. И в качестве примера давайте рассмотрим игры, которые разработали супруги Никитина. Итак, первое, о чем я хочу рассказать, это рамки Монте-Сори и вкладыша. Идея этой игры взята из трудов известного итальянского педагога Марии Монте-Сори. Ей удавалось с помощью ряда своеобразных заданий и умелого применения принципа саморазвития. Когда малыш занимается сам, так успешно влияет на развитие умственно отсталых детей, с которыми она занималась. Что к моменту поступления в школу они по своему развитию даже превосходили нормальных детей. Тогда это так поразило ее, что она писала, что же надо делать с нормальными детьми, чтобы они стали слабее моих несчастных. Игра рамки и вкладыша Монте-Сори развивает детей в нескольких направлениях. Вырабатывает умение узнавать и различать форму плоских фигур и их положение на плоскости, зрительно и на ощупь. Готовит детей к овладению письмом и рисованием. Вырабатывает умение владеть карандашом. Как говорят художники, дает твердость руки. Умение проводить линии по линейке, по угольнику, по лекалу и на глаз. Различать границы фигур и видеть линии контуры. И также знакомить с геометрической терминологией, то есть названиями фигур. В эту игру можно играть даже с полуторагодовалыми и двухлетними малышами, если их развитие не слишком задержано недостатком свободы в познании мира. В возрасте от 8-9 месяцев до 2 лет нехватка свободы, например, если детям не разрешают ползать по полу, особенно сильно сказывается на развитии. Игра представляет собой набор из 16 квадратных рамок пластинок размером 100 на 100 мм, толщиной 1,5-2 мм и соответствующие им геометрические фигуры. В центре каждой из них вырезано отверстие, закрывающееся крышкой-вкладышем, такой же формы и размера, но другого цвета. Набор состоит из следующих фигур. Как вы видите, это круг, квадрат, треугольник равносторонний, эллипс, прямоугольник, ромб, трапеция, четырехугольник неправильный, параллелограмм, треугольник равнобедренный, шестиугольник правильный, звезда пятиконечная, треугольник прямоугольный, равнобедренный, пятиугольник правильный, шестиугольник неправильной формы и треугольник разносторонний. От малыша требуется понять, какая именно фигура подходит к конкретной рамке и поместить ее на место. В зависимости от возраста малыша и уровня его развития подбираются задания и количество рамок. Вначале подбирают задания полегче, а потом все труднее и труднее, пока не добираются до потолка возможности малыша, чтобы дать ему напряжение в полную меру сил. К сожалению, здесь нет такой постепенной лесенки заданий, как и в игре «Сложи узор». И задания надо подбирать самому взрослому, пользуясь умением чувствовать возможности малыша. Потому сначала лучше всего самим познакомиться со всеми заданиями, выполнить некоторые из них, чтобы почувствовать их сложность, а потом уже предложить малышу. Какие можно использовать игры с рамками Монте-Сори? Это игра «Найди вкладыши к рамкам и вставь их». Это самое любимое задание у детей. Главное, с первой встречи с игрой ребенок должен понять задачу. Плотно закрывать отверстие вкладышами, то есть находить отверстие точно такой же формы, что и вкладыш, и поворачивать его до совпадения, то есть до точного совмещения. Для детей более старшего возраста это задание можно дать как задачу. Сложить им четырехэтажный дом с четырьмя окошками на каждом этаже. Здесь само раскладывание рамок на столе или на коврике, четыре ряда по четыре рамки в каждом, является заданием для малыша. Сборка и укладка их в коробку после игры тоже. Поэтому не надо делать это взрослому, пусть делает сам ребенок. Если есть несколько комплектов игры и задание уже всем знакомо, можно устроить соревнование. Следующая игра – обведи контур фигуры. Сначала лучше обводить контур по рамке, это намного легче, чем по вкладышу. А из фигуры легче всего обводить круг и эллипс. Очень трудно, конечно, звездочку. Следующее задание – это обведи вкладыши. Обводить вкладыши карандашом намного труднее, чем рамки, как я уже отмечала. Карандаш легко отъезжает от вкладыша, особенно на углах фигуры. Получаются так называемые хвостики, которые портят сразу вид контура. Видимо, из-за этого малыши, уже умеющие делать контуры по вкладышам, обычно предпочитают рамки. Бороться с этим не следует, но чтобы укрепить руку ребенка и развить его внимательность, надо научить его делать контуры и по вкладышам. Можно и тут применить игровую ситуацию. Дозор из пяти человек идет по крепостной стене. Стена узкая, легко упасть. Сорвался карандаш, дозор лишился одного солдата. Сколько солдат доберется до конца. Либо еще одна игра – «Раскрась фигура цветным карандашом». Чаще всего это задание выполняется одновременно со вторым. После того, как ребенок нарисует несколько контуров фигур по рамке или вкладышу, ему можно дать задачу закрасить их цветными карандашами. Основная трудность закрашивания в том, что малышам трудно не выходить за контур, вводить карандаш от линии до линии. Но здесь есть опять спасительный секрет, узнав который, малыш станет делать контур с четкими границами. Он состоит в том, что поверхность фигуры сначала закрашивают вблизи контура штрихами, параллельными линиями контура. Сам контур становится широким, в 3-4 мм. И тогда внутреннюю часть можно уже закрашивать смело. Не спешите передать секрет. Малыш сначала должен увидеть разницу в окраске, когда она сделана знающим секрет и им самим. Он должен оценить эту разницу и тогда найти способ делать так же. Если этот секрет ребенок откроет сам, тогда он приобретет для него особую ценность и запомнится на всю жизнь. Цвет окраски лучше подбирать соответственно тому предмету, который изображает контур. Если это солнышко, то оно будет желтым, оранжевым, или красным, если это арбуз, то зеленым и полосатым. А если это воздушный шарик, то любым. Хорошо, когда малыш сам выбирает цвет. У него свои планы, о которых взрослые не всегда могут догадаться. И поэтому свои решения. Либо еще одна игра. Сделай орнамент из фигур. Орнаменты, то есть украшения, обычно из повторяющихся элементов, можно сделать как из одинаковых, так и из разных фигур. Как с одним, так и с двойным контуром. Располагая фигуру в линейку веером, цветком, накладывая их частично друг на друга, или располагая отдельно. Здесь широкий простор для фантазии, но надо показать несколько образцов, например, детские рисунки. Следующее – это сложи узор. Этот игровой набор пользуется заслуженной популярностью. Состоит он из 16 кубиков одинакового размера, грани которых выкрашены в 4 различных цвета. Есть грани однотонные, двухцветных, в двух вариациях. Это фрагменты различного окраса, размещены диагонально или по прямой линии. Трех также есть и четырехцветные. Задача ребенка – сложить из них узор. При этом на начальном этапе можно использовать готовые варианты из книжки-инструкции, а после уже проявлять фантазию, самостоятельно придумывать всевозможные комбинации и лучший возраст для выполнения упражнений с узорами от 4 до 8 лет. Развивающее пособие при необходимости можно создать самостоятельно, используя обычные деревянные кубики и цветную бумагу. Борис Павлович Никитин предлагал идти путем от простого к сложному и использовать следующие виды и формы работы. У малышей в возрасте 1,5-2 года лучше всего получается подражать, поэтому взрослый может показать пример, сложить из кубиков на рожку, башенку, пояс или другую простую фигуру. В 2-4 года можно смело приступать к работе с цветами, предложив ребенку повторить заранее придуманный взрослым гармоничный узор. Это может быть как дорожка, так и квадрат. С каждым занятием сами узоры становятся сложнее. Усложненный вариант игры – сложить узор по готовой иллюстрации, но менять цвета. Например, на карточке рисунок синий-белый, а ребенку надо сложить красно-желтый. Как только ребенок без проблем начнет собирать такие сложные вариации, как пила, фонарик, горки, следует предложить ему срисовать получившийся узор с кубиков на листок бумаги в клетку. Наконец, наиболее сложная форма работы – придумать узор, разложив кубики в необходимом порядке, перерисовать его и закрасить. Количество узоров, сложенных за одну игру, зависит от способностей и желания ребенка. Для одного будет достаточно и 4-5 различных вариаций, другой ребенок не успокоится, пока не соберет более 10. Цель взрослого – не навязывать свою волю, но и не ограничивать стремление. Если малыш уже знает цвета и может найти нужную грань и оценить красоту узора, то прежде чем дать ему игру, выберите самый привлекательный, на ваш взгляд, узор задания и сложите заранее по этому узору кубики в коробку. Открывая впервые коробку с кубиками, малыш вместе с вами полюгуется узором. Как ты думаешь, мы научимся складывать такие же красивые узоры из кубиков? Конечно, научимся. Так, подбадривая малыша, переходите от узора к узору, внимательно замечая и быстроту работы, и точность укладки кубиков, и другие достоинства его действий. Зерна аккуратности и точности в работе, сосредоточенности и внимания могут дать простки именно здесь, в игре. Сколько узоров можно сложить за одну игру? Сказать трудно, может быть 5, а может быть и 10. Все зависит, как я уже отмечала, от настроения ребенка и его возможностей. Если работа идет спором, доволен и малыш, довольны и вы, значит, все в порядке. Когда игра для ребенка станет интересной, он сам просит, давай поиграем в кубики, давай складывать узоры. Тогда можно подумать о том, чтобы не просто изредка давать в кубики для самостоятельной игры, но и поощрять эту самостоятельность всеми средствами. Тут дело не только в том, что высвободится время взрослых, а в том, что, играя самостоятельно, ребенок учится контролировать себя, сравнивать свои результаты, оценивать свои силы и возможности. В этом начало самостоятельного мышления, очень важной стороны творческих способностей. Начинать игру можно индивидуально, на основе подражания. На начальном этапе детям предлагаются узоры натуральную величину одного-двух цветов, чтобы малыш мог для проверки закрыть узор кубиками. При этом предлагают подумать, на что похож узор. Вместе придумывают ему названия дорожка, пила, фонарик, паровозик, елка, цветок и так далее. В своей работе я использую альбом с заданиями для малышей, в котором все задания представлены в игровой форме. На втором этапе детям складывают более сложные узоры. Задания выполняют в парах, в микрогруппах. Сколько узоров предлагается ребенку за одну игру, зависит от его настроения и возможностей. Игра строится на волне интереса и на протяжении нескольких дней. Начинается с нескольких предыдущих узоров, чтобы ребенок побывал в ситуации успеха. Затем предлагаются новые узоры. Ребенку дается возможность достичь своего потолка возможности. Через некоторое время про игру, скажем так, забывают, чтобы не было присыщения. Следующий этап – творческий. Здесь придумывают свои узоры, складывают и срисовывают их в индивидуальный альбом на листочках крупную клетку. В коробочке с кубиками есть небольшая брошюра с заданиями, но для многих детей задания из 16 кубиков слишком сложные, поэтому я предлагаю начинать с задания из 4 кубиков. К тому же, чтобы занять сразу двоих или троих детей, вы сможете складывать с ними вместе, если каждому дадите по 4 кубика. Хочу посоветовать вам книгу Евгения Кац «Сложи узор», где даются варианты также игр и упражнений с кубиками Никитина. В книге предлагаются несколько простых заданий для малышей от 2 до 4 лет, серия заданий для детей от 5 до 6 лет, а еще несколько задачек на проекцию и изометрию, которые будут интересны даже школьникам. Какие задания можно предложить детям? «Сложи такую же картинку по образцу». Такие задания можно предлагать детям уже с 2 лет и постепенно усложнять. Многие задания с треугольниками сходу и дети с 6-7 лет не могут сделать. «Сложи по схеме» – это для детей с 3-4 года. «Сложи свою картинку такой формы и нарисуй ее» – это с 5-6 лет. «Построй по схеме с буквами с 6-7 лет». «Сделай картинку такой же формы, но красные замени на синие, а белые на желтые. Это с 6-7 лет». «Сделай любую симметричную картинку». Можно предложить детям с 5-6 лет. «Нарисуй вид спереди, сбоку, сверху». «Построй по виду спереди, сбоку, сверху». «Это уже задание даем для детей с 8-9 лет». «Построй по изометрии и раскрась для детей с 6-7 лет». «Построй то, что сам хочешь и нарисуй свою постройку в изометрии». Это задание дается с 7-8 лет. Многим детям нравится придумывать названия для своих картинок или собирать картинки, которые кажутся им похожими на что-то узнаваемое. Дорожка, домик, фонарик, буквы, например, «елочка», «конфетка», «горка», «лодочка с парусом» и так далее. Самым маленьким можно предложить собирать дорожку одного цвета или поезд с красной крышей, или квадратик, весь сверху синенький. Некоторым детям нравится, когда вы придумываете какую-то историю, и там по ходу действия вам нужно построить дорожку, домик, ракету, елочку или лодку. В любом случае кубики «Сложи узор», как и любые другие дидактические материалы, не следует смешивать с другими игрушками и вываливать в ту же коробку, где и простые строительные кубики. Если в данный момент кубики не вызывают у ребенка интереса, вы можете отложить их на месяц или два, а потом вернуться к ним снова. Не торопите ребенка и не подсказывайте ему. Начинайте с более простых заданий, чтобы ребенок мог справиться с задачей сам и получить удовольствие от решения задачи. В рассылке вы также можете скачать альбом, где данные задания и упражнения с кубиками Никитина. Придумывайте свои игры и задания кубиком, не ограничивайтесь тем, что нарисовано в альбомах. «Сложи узор» интересно детям, помогает развить в них интеллект, способность к анализу и синтезу, умение мыслить логически, комбинировать цвета и форма. Следующее – «Сложи квадрат». Дидактический материал имеет три уровня сложности, представляет собой набор из 12 квадратов, каждый из которых окрашен в собственный цвет и причудливым образом разрезан на части. Задача ребенка проста – собрать целый квадрат, от него потребуется выбрать кусочки необходимого цвета и сложить из них правильную фигуру. Начинать работу с самым простым вариантом – «Головоломки. Сложи квадрат» можно с двух лет уже. Следует действовать по принципу от простого к сложному. Сначала предложить ребенку собрать квадрат из трех частей, потом перейти к более сложному варианту – квадрату, разделенному на пять или шесть фрагментов. Наконец, самому сообразительно можно предложить создать целое из семи частей. Получая части квадрата и задание «Сложи квадрат», малыш выполняет несколько видов работ, не одинаковых по содержанию и по степени сложности. Самые младшие начинают понимать, что из частей иногда даже очень странной формы можно сложить квадрат. Они понимают, что необходимо переворачивать все кусочки на лицевую сторону и отбирать части по цвету или по оттенкам цветов. Таким образом происходит тренировка в развитии цветоощущения и сообразительности при решении проблемы частей целого, их возможных взаимоотношений и взаиморасположений. Постепенное усложнение задания позволяет малышу продвигаться самостоятельно, а метод ледокола надо применять каждый раз со знакомых и более простых заданий, как в других играх. Это делает излишнюю подсказку и объяснение. А сейчас, я думаю, у вас возник вопрос, что же такое метод ледокола. Кратко постараюсь объяснить. Начинать игру лучше всего с заданий, достаточно легких для ребенка, чтобы он чувствовал удовлетворение от успешной работы. Но вот он добрался до трудного задания. И, несмотря на все усилия, сегодня его не овладел. Как же быть завтра? Начинать с этого трудного? Нет. Лучше, конечно, попробовать взять препятствие, скажем так, с разгона. То есть начать игру с более легких или с уже преодоленных заданий и только в конце подойти к трудному, пока непреодолимому. Так ледокол пробивает себе дорогу во льдах. Если лед очень толстый и крепкий, отойдет немного назад, а потом снова вперед. И набирает скорость по уже пробитой дороге, пока на полном ходу не врежется в целый лед. И крошит его, пока не потеряет инерцию и не остановится. Тогда снова отходит немного назад и опять все сначала. Метод ледокола нужно использовать в развивающих играх, так как он вселяет в ребенка веру в собственные силы и учит самостоятельности. Ну, а если и метод ледокола не помогает, если в лед вмерз целый айсберг, как быть тогда? Можно тогда обойти этот айсберг, просто пропустить неподатливое задание и взять какое-нибудь из следующих, стоящих после, но не всегда обязательно более трудных. И есть, наконец, еще выход из трудного положения – оставить эту игру до нового увлечения. Итак, главное требование к проведению игры «Сложи квадрат» – исходить из уровня развития ребенка. Начинать надо заведомо легких и пассивных задач. На начальном этапе дети учатся складывать каждый квадрат в отдельности. Маленьким детям предлагают целый черный квадрат, либо рамку по размеру квадрата, машинку. Укладывать на нем детали проще, чем на столе. Можно предложить ребенку нарисованный квадрат, натуральную величину, на котором показано, как следует уложить части. На втором этапе детям предлагают выкладывать несколько квадратов с предварительной классификацией деталей. И следующий этап уже творческий. Дошкольники по-своему делят квадраты на части, делают зарисовки моделей. Следующее, о чем я хочу рассказать, это унику. Направлен на развитие мышления и внимательности малыша. Представляет собой набор из 27 кубиков, грани которых окрашены в различные цвета. Задача взрослого – дать ребенку конкретное задание. Его можно придумать самостоятельно. Например, выстроить из кубиков дом, сложить несколько кубиков так, чтобы стали видны лишь красные грани. Или же посмотреть в иллюстрированной книжке инструкции. Развивающая игра будет интересна и полезна детям от полутора лет. До трех лет можно предлагать самые простейшие действия. Например, просто поместить кубики в коробку. Здесь важно. Супруги Никитина категорически не рекомендуют вмешиваться в процесс решения задачи. От взрослых требуется лишь похвала за успех, а справиться с поставленной целью малыш должен самостоятельно. Если взрослым кажется, что ребенок действует неправильно, следует все равно дать ему свободу творчества. Неправильных решений нет, но вполне возможно нестандартные. Следующее – это кирпичики. Это игра – своеобразная гимнастика для ума. Она не только знакомит детей с основами черчения, но, главное, развивает пространственное мышление ребенка. Материалом для игры служат 8 деревянных или пластмассовых кирпичиков и 30 чертежей заданий, по которым надо строить модели. Как и в других заданиях, в других играх, задания подобраны в порядке возрастания сложности. Первое задание можно предложить даже 3-4-летним детям, а последние будут сложны и для некоторых школьников, уже начавших изучение черчения. В игре выполняются три вида заданий. Построить модель из кирпичиков по чертежам задания, сделать чертежи по построенной модели, сконструировать новые модели и составить чертежи к ним. Это уже сложная творческая деятельность. Инженеры, столкнувшиеся с трудными заданиями из кирпичиков, удивлялись. Хорошая гимнастика для ума. А девятиклассники, впервые просидев 30-40 минут над сборкой моделей по чертежам, иногда восклицали удовлетворенно. Вот теперь понятно, зачем мы проходим черчения. Что касается школьников, то они будут с гордостью строить по настоящим чертежам свои сооружения из кирпичиков, не подозревая, что занимаются умственной гимнастикой, как инженеры, изучают мудрёный язык техники, черчения, как школьники, да ещё развивают при этом свои способности. В развивающих играх Никитинах в этом и заключается их главная особенность. Удалось объединить один из основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой деятельности, самостоятельно по способностям, когда ребёнок может подняться до потолка своих возможностей. Этот союз позволяет разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей. Развивающие игры могут дать пищу для развития творческих способностей с самого раннего возраста. Их задания, ступеньки, всегда создают условия, опережающие развитие способностей. Поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего потолка, ребёнок развивается наиболее успешно. Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, и кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. На начальном этапе работы можно предложить игру обезьянке. По подражанию они учатся складывать из кирпичиков простые модели, затем строят модели по чертежам из альбома, сначала из двух, затем из нескольких кирпичиков. На втором этапе детям объясняют, что такое чертёж и как его строят. Чертёж – это три рисунка одного предмета, постройки, когда смотрят на него с разных сторон. Дети рассматривают кирпичик и его проекции, зарисовывают их на листочке. На третьем этапе идёт построение модели по чертежам серии D. На четвёртом – создание собственных моделей с построением чертежа. Следующее, о чём я хочу рассказать, – это кубики для всех. Это игра-головоломка. Она состоит из семи деревянных частей, из которых можно собирать объёмные фигуры задания. Игра увлекает не только малышей, но даже взрослых. Причём, как правило, дети справляются с заданиями гораздо быстрее их родителей. Игра учит мыслить пространственными образами, то есть объёмными фигурами. Умение их комбинировать и является значительно более сложной, чем играм с обычными кубиками. Правила игры похожи на правила игры уникуп. Положив перед собой рисунок в задание, малыш строит из фигурок точно такую же модель, как нарисованная. Построив одну, он переходит к следующей, более сложной и так далее. По сути, малышу тут приходится решать две задачи одновременно. Во-первых, выбирать из семи фигурок только две, три или более, если модель сложная, которые необходимы для построения модели. Во-вторых, придать этим фигуркам то положение, какое они занимают в модели. То есть соединить их и уложить в модель. Первая часть представляет собой таким образом мысленный анализ рисунка задания, на какие фигурки его можно расчленить. А вторая – синтез сначала мысленный, а потом уже предметный. Внуждая ребёнка непрерывно заниматься такой аналитико-синтетической деятельностью, да ещё и на потолке своих возможностей, то есть напрягаться до предела, игра развивает в нём то, что обычно называют сообразительностью, и что в действительности является, пожалуй, самой главной особенностью каждого творческого ума. Но построение модели по рисункам заданиям является сравнительно простой, подготовительной частью, закладкой фундамента для основной творческой работы. Она начинается с того момента, когда ребёнок начинает придумывать и складывать новые модели, каких нет в книге. Вот этим действительно можно и нужно восторгаться взрослым. Это нужно всячески поддерживать и поощрять. Фигурки для игры обладают почти неисчерпаемыми возможностями разнообразных сочетаний и позволяют составлять громадное количество различных моделей или разных вариантов одной и той же модели. Например, уложить все семь фигурок в куб по заданию. Можно несколькими десятками способов. Чтобы развить у ребёнка интерес к игре, надо стараться выполнять правила игры и придумывать новые. Например, в игре сложной для взрослых ребёнок может увлечься придумыванием новых моделей, а потом составление заданий для взрослых. Пусть малыш зарисует свою новую модель, а потом сделает только её контур. Взрослым не надо смущаться, пусть они так же серьёзно, как малыш, возьмут коробку с игрой, положат перед собой новое задание и попробуют сложить модель. А ребёнок пусть выполняет роль старшего, обучающего и контролирующего. Ничего, если он поставит перед собой часы или секундомер и будет измерять, кто быстрее, папа или мама, или педагог, справился с его собственным заданием. Следующий набор, о котором я хочу рассказать, это набор дроби. Сделать его можно своими руками, используя плотный картон или фанеру, или приобрести уже готовый вариант. Дроби представляют собой 12 кругов, окрашенных в различные цвета, целые круги, разделённые на сегменты дольки. В зависимости от возраста и способностей, можно предложить ребёнку несколько вариантов игры с набором дроби, разложить кусочки по цветам, составить из них круг, составить круг из деталей различных цветов, разложить в ряд деталей от меньшей к большей, разместить фрагменты от большего к меньшему, разместить их стопкой. Набор помогает не только развить мышление и сообразительность, но и получить первые знания о дробях, что, несомненно, поможет в процессе обучения. Заниматься с набором лучше всего в возрасте от 3 до 7 лет. Развивающие игры Никитинах можно организовывать и проводить следующим образом. Игру можно разворачивать перед детьми, как сказку в картинках. И какие формы? Это интегрированные игровые занятия, совместная игровая познавательная деятельность, самостоятельная игровая деятельность. К числу преимуществ в методике Никитинах можно отнести следующее. Такой подход позволяет добиться интеллектуального развития, способствует совершенствованию логики, сообразительности, пространственного мышления, фантазии, памяти, умения находить нестандартные пути, учит малышей быть самостоятельными, настойчивыми и целеустремленными с ранних лет. Помогает получить базовые знания о важнейших абстрактных понятиях, что в дальнейшем будет полезно на школьной скамье. Следует отметить, что методика не лишена и отдельных недостатков. Развитие дошкольника не будет всесторонним при использовании исключительно методики Никитинах. Поэтому, конечно же, ее следует дополнять рекомендациями других педагогов. Из-за отсутствия сюжетных и ролевых игр малыш не учится играть. В течение всего дня он тренирует свой мозг, что ведет к существенным затратам энергии, вызывает усталость. Хочется отметить, что недостатков у методики гораздо меньше, чем положительных моментов. И они могут быть без проблем сняты взрослыми, которые дадут возможность ребенку пообщаться с ровесниками, поиграть с ними так, как хочет сам малыш или отдохнуть. Методика Никитинах позволяет не только подготовить малыша к школе и в ненавязчивой легкой форме пояснить ему то, что потом будет требовать учителя, но и научить ребенка самостоятельности, развить стремление решать задачи, полагаясь только на себя, на собственный интеллект. Также надо учитывать, что данная методика не является инновационной для практиков дошкольного образования, так как педагоги уже не первый год используют предложенные развивающие игры в своей работе. Однако сегодня в аспекте деятельностного подхода к образованию детей дошкольного возраста возникла необходимость говорить об использовании развивающих игр в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения, как о технологии развивающих игр, специальном построении деятельности педагога, когда все действия представлены в определенной последовательности и целостности. Предполагается достижение определенного результата, ориентированного на развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста. Главное отличие игр – это многофункциональность и безграничный простор для творчества. Они могут заинтересовать и увлечь всех членов семьи. Спасибо за внимание.